всем привет вас приветствует алена со своего кухонного офиса вы на канале жизнь как есть с соленой друзья мои но сегодня как вы уже поняли я хочу опять чего-нибудь спечь но сегодня у меня будет рецепт мой собственный как вы уже знаете я люблю рецепты свои это значит рецепты либо они мне достались по наследству там от мамы от бабушки есть рецепты которые я заимствовала в интернете но я их немного переделывала на свой лад усовершенствовала ну вот такой человек нравится мне экспериментировать и вы знаете неплохо получается а самое главное что очень вкусно и сегодня я вам хочу предоставить к вниманию пирог рецепта которого нигде нет потому что этот рецепт сама я сложила это мой собственный рецепт это будет шоколадный пирог под названием аленка все вы знаете есть такая вкусная шоколадка аленка еще с советских времен так вот у меня будет сегодня пирог шоколадный аленка ну что друзья приступим что же нам понадобится для этого два яйца три столовых ложки какао я всегда говорю какао надо выбирать хорошего качества у какао обязательно должен быть аромат оно должно пахнуть шоколадом вот тогда от этого какао будет толк вашей кулинарной выпечки мука муку мы будем брать столько чтобы по консистенции доводили тесто до густоты густых оладьев то есть муку я добавляю в конце но все вы это увидите стакан сахара вот такой обычный стакан сахара стакан манки я очень люблю выпечку в тесто которой добавлена манка ибо с ней очень вкусная структура теста пироги но мне очень нравится и поэтому девчонки я вам очень рекомендую попробовать попробуйте может вам тоже понравится лично мне очень нравится чем на одной муте молоко обычное молоко но у меня домашнее можно магазинное сразу скажу для пирогов всегда хорошо молоко большой жирности ну если нет большой такое тоже конечно подойдет что еще необходимо сметана вот у меня сметана сметана нам необходимо где-то будет скажем так не полный стакан где-то больше половины стакана берите любую сметану домашнюю магазинную которая у вас уже в холодильнике как говорится стоит и вы ее не хотите кушать можно использовать в пирог далее крахмал обычная пищевая сода ну собственно все как вы видите набор продуктов очень простой и еще понадобится форма форма это уже по желанию но мне нравится когда форма не очень большого диаметра и с высотными бортиками для этого пирога такая форма получше не очень средний диаметр не маленький не очень большой а вот такой средний диаметр я не знаю каков диаметр этой формы это не форма это сковороды у меня потому что у меня форма очень большого диаметра и И получается пирог не той пышности. А вот в таком, в такой сковороде, с такими бортами, само то. Так что форму подбирайте. Чем выше борта и диаметр не очень большой, тем этот пирог лучше. Можно смазать форму маслом. Можно застелить пергаментом. Я сегодня застилаю пергаментом, потому что у меня он есть. Кто, мои хорошие? Я приступаю к замешиванию теста для нашего шоколадного пирога под названием Аленка. А вы внимательно смотрите, ничего не пропустите. Потом попробуйте. И я думаю, что вам очень понравится. Ну всё, друзья, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Вкусненькая. Как знаете, забыла просто слово, сейчас вспомнила. Это будет как помадка, ребята, как помадка. Оно сейчас всё впитается, потом приобретёт такую консистенцию. Сверху будет как вот плёночка, как помадка. И будет очень вкусная. Пирог домашний, сгущеночка домашняя. Вот такая сгущеночка. Вообще супер сгущенка, я её постоянно варю. Мой муж очень любит, он без этой сгущенки жить теперь не может. Вот, там на канале я рассказываю про эту сгущенку, где я этот рецепт нашла. И я полюбила этот рецепт. Всё, теперь я только так варю. Ну, во-первых, на большое количество молока требуется сахара намного меньше, чем я раньше варила. Я раньше варила сгущенку один к одному. Допустим, литр молока, килограмм сахара. Ну, представьте, да? А здесь вообще отлично. Здесь сахара в половину, а то и больше, и меньше. Ну, всё, я думаю, достаточно. Всё. Вот тут, видите, пирог как треснул, когда варился. Ой, когда пёкся, варился. И вот эта вот сгущеночка здесь. Ну, это сейчас всё впитается, и оно будет выглядеть как помадка. Солнышко вышло, в окно светит солнышко теперь у нас. Погода непонятная. То пасмурно, то солнечно. Ну, а далее у меня есть моя любимая шоколадная глазурь. Видео тоже на канале у меня есть, как готовить эту прекрасную шоколадную глазурь за 3 минуты. Обалденная вот такая густая глазурь, которую варить не надо. Посмотрите, кому интересно. Есть у меня видео шоколадная глянцевая глазурь. И я этой глазурью сейчас вот так наш пирог дополню. Как говорится, последний штрих, ребята. Я вот так беру ложечкой чайной, и вот так ребром ложечки растушевываю нашу глазурь. Глазурь густая, глазурь отличная. Даже она, если сейчас вот расползается, это потому что сгущенка. Когда она чиста на пирог, если наносить без помадки, будет супер. Оно не будет растекаться. Но и даже так, я думаю, ребята, будет отлично. Этот пирог для нас, для семейного ужина, просто для чаепития. Мне нравится печь такие вещи, готовить вкусняшки, радовать своих родных, близких, любимых. Ну вот как-то так. Как сегодня подсказала моя фантазия, так я, мои дорогие друзья, и сделала. Фантазия у нас у каждого есть. При желании, при настроении мы можем начудить, напридумывать. Вот так края здесь сделаю, чтобы вкусненько было. Чтоб края не сухие были. Пирог отличный. Пирог вообще выручалочка. Этот пирог очень, вы видели, легкий, быстрый. Вы знаете, ребята, он у меня выпекался 30 минут. 30 минут. Ну, конечно, это, наверное, зависит у кого какая духовка. Так, где мне еще что? О, как говорится, еще сама сверху сядь. Мне же все мало, мало. Ну, все, вот сюда щели нанесем в расщелинке. Ум, шоколад. Ну и посмотрите. Ну и посмотрите, мои дорогие. Ну и посмотрите. Разве это не шедевр? Разве это не вкусняшка? Это приготовлено собственными руками. С любовью. Вкусненько. С чаечечком. Ну вот, я с вами поделилась рецептом моего пирога. Повторюсь. Рецепт мой собственный. Нигде не позаимствованный. Я его сама сложила. Готовьте с любовью своим близким. И пусть в ваших семьях всегда будет мир, лад, добро, уют и благополучие. Спасибо, мои дорогие, что смотрите, что заходите на мой канал. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. Мне будет приятно. И вы будете счастливы. Ибо я вам всем желаю счастья. До новых встреч, мои друзья, на канале «Жизнь как есть соленой». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok